Спасибо. Алексей Ильич, почему чем дальше, тем тяжелее и страшнее? Испытания всё тяжелее, а сил совсем нет. Частое причастие два-три раза в месяц сопровождается страшным искушением до и после, будто в аду. Что это такое? Как поступать в таком случае? – Ой, вот я отпущу бороду, митру на голову одену, нурясу, и тогда уже, может быть, скажу. Разве можно, не зная человека, не зная, ответить на такой вопрос? Как причащаться? Что значит причащаюсь? Вы что, думаете, подойти? Ам! Это причастие, да? Иуда причастился, и сатана вошёл в него. Мы об этом слышали или нет? Апостол Павел пишет. От того, что недостойно причащаемся, многие из вас болеют и умирают. Слышали об этом или нет? А то, знаете, причащаюсь, причащаюсь чуть не каждую неделю. А с чем? Или не легче, когда я всё вычитал, ужас, и уже идёт достойный? Господи Боже! Прямо сразу в преисподнюю с этим причастием. Причащается только тот с пользой, который действительно понимает, что я действительно грешный человек. Господи, ты мне помоги! Ты даёшь мне это лекарство! Надо же понять, это лекарство! И, может быть, ты мне, Господи, хоть поможешь немного! Мне грешен, я каюсь! Прости, помилуй! Вот с чем! А не с достоинством подходить! Так что причаться можно очень по-разному, и поэтому в данном случае сказать невозможно. Я не знаю этого человека. Но, по крайней мере, это нужно иметь в виду. Во всём нужно подходить с вниманием, благоговением и покаянием. Тогда только, может быть, эта молитва будет принята, будет исцеляющим бальзамом для нашей души. И, может быть, что-то мы получим, получим тогда правильное и полезное. Итак. Уважаемый Алексей Ильич! Среднеуважаемый. Объясните, пожалуйста, как святые отцы разъясняют, где кончается воля человеческая и начинается воля Божия? Спасибо. Вот все такие вопросы какие-то заумные такие. Я прям... У меня голова кругом идёт даже. Вот этим богослови, богословы этим занимаются. А сколько, если ангелы бесплотны, или если они плотны, если они материальны, сколько их поместится на кончике иглы? И знаете ли? О, это да! Рассудим, где кончается воля Божия, где начинается воля человеческая. Надо понять нам, воля Божия тогда совершается человеком, когда он поступает в соответствии с своим глупым... Простите меня, но мы все глупые. Разумом, ну, настолько, насколько мне хватает своего глупого разума и совести. Вот, что требует Бог, вот в чём заключается воля Божия, чтобы мы поступали честно. Вот, я вот вижу, вот так правильно, пожалуй, и это будет по совести. Всё! Это воля Божия. В каком смысле? Если даже я ошибаюсь, потому что ум-то глупый, Бог исправит тогда! Исправит! Вот в чём состоит воля Божия! И тогда мы поступаем по воле Божией! Ещё раз повторяю, это очень важно, потому что многие задают вопрос. Это как воля Божия, в чём заключается? Вот в чём, чтобы стали разумно, то есть рассудительно, а не по страсти. Он такой сякой, я ему дам. Вот вам вся воля Божия под корень. Разумно, не по страсти, разумно и по совести, какой евангельской. Вот воля Божия! В ком? Во мне! Потому что Бог – не Бог, он не есть Бог безрассудства. А то мы что делаем? Ищем волю Божию, пытаемся в ум Божий пробраться. Или ищем старца какого-нибудь, который уж наверняка уже у него с Богом связи, прямая связь телефонная. Вот. Ищем это. И тогда начинается полная беда. Кончается воля Божия там, когда я поступаю бессовестно, вопреки знаю, что заповедь запрещает, когда поступаю по страсти, вместо того, чтобы рассудить, рассудить, я просто под влиянием страсти поступаю. Всё, воля Божия окончена! Окончена воля Божия! Ты сам себя сажаешь на пол. Вот, оказывается, где воля Божия! Нигде ты в небесах! Что мы об этом говорим? Она касается нас и каждого. Я очень прошу обратить на это внимание! Вот, оказывается, в чём состоит воля Божия! Нам надо поступать рассудительно и по совести! Как только мы это не делаем, кончается воля Божия! Вот. Мы её определяем. Даём мы Богу действовать или нет? Вот сейчас солнышко, да? Сейчас возьмём и задвинем все шторы, свет выключим, и будет тьма! От нас зависит, будет ли совершаться воля Божия или не совершаться. Мы свободно или закрываем, или открываем свою душу для действия воли Божией. Вот так! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...